Он еще не появился на свет, но как стучит маленькое сердечко, всем уже слышно. Перед родами будущая мама проходит кардиотокографию, проще говоря, КТГ. Процедура обязательная, так врачи проверяют состояние плода. Убедившись, что все в порядке, роженицу просят пройти в операционную. За процессом Юрий наблюдает через стекло. Тем временем Александру готовят к кесареву сечению. Проводить его будут под спинальной анестезией. Вводят обезболивающий препарат и ждут, пока он подействует. И после этого уже будет дана команда хирургам, которые могут становиться рядом с операционным столом и проводить операцию. Ну, рассказывай, как нас отмечают. Ты или Гриша, или Максима. У нас про дедушку Максим. Дедушка в фигуре есть. Встретиться с миром малышу помогает целая команда врачей. Конечно, супруг – надежное мужское плечо. Поддержка близкого человека в эти минуты особенно важна. В том, что лето – это маленькая жизнь в семье Ковалевых, теперь уверены на 100%. Александре и Юрию июнь подарил первенца. Семейная пара, рука об руку по жизни, решилась на партнерские роды. Это наше продолжение. Для меня это продолжение жизни, грубо говоря, то, для чего мы вместе. Я ее очень сильно люблю и хочу, чтобы она себя чувствовала очень хорошо. Новорожденного первым делом одевают. Шапочка и носочки, чтобы было тепло. Сверху пеленка. Затем сына кладут на грудь матери. Это первое соприкосновение двух любящих людей. Крошечка моя хорошая. Папа копия. Портрет. Папину копию быстро передают отцу. Маму нужно дооперировать. Контакт с обоими родителями в первые минуты жизни для ребенка очень полезен, рассказывают врачи. Здоровье будет крепче. Это обсеменение семейной микрофлоры. Сначала мы выкладываем на маму. Если присутствует папа, потом на папу. И в течение двух часов ребеночек находится на папе. В палату к мужу и сыну после операции доставляют и Александру. Волнение позади, впереди только счастье за семью, которая стала больше. К слову, партнерские роды севастопольцы выбирают, часто отмечают медики. Чтобы супруга до них допустили, он должен предоставить флю, ПЦР-тест, справку об обид-обстановке от терапевта, подтверждающую, что не контактировал с больными ковидом. Папа, когда рядом со своей любимой женщиной, и своя любимая мама, и женщина ведет себя совершенно по-другому, это первое. Она чувствует уверенность в себе в первую очередь. А если есть уверенность, значит все процессы идут очень хорошо. И пусть с именем еще до конца не определились, кем станет Ковалев-младший, кажется уже ясно. Александра, корреспондент нашего телеканала, не сомневается, родился будущий журналист. Сам Бог велел, это уже, думаю, будет династия журналистов. Конечно, это счастье невероятное, неожиданное, потрясающее. Даже я ждала, что будут такие эмоции. Если состояние мамы и ребенка хорошее, то все параметры у них нормальные, после этого их переводят в реанимационное отделение для дальнейшего наблюдения. Время нахождения в отделении реанимации 6 часов, затем перевод в палату совместного пребывания матери и ребенка. Врачи создадут все условия, чтобы дни и ночи протекали спокойно, и переезд из родильного дома в родной состоялся как можно скорее. Анастасия Синица, Денис Прошин. Новости Севастополя. Новости Севастополя. Новости Севастополя. Новости Севастополя. Новости Севастополя. Продолжение следует...